Росгвардеец Александр Наумов, находясь на службе, заметил возгорание вблизи дачных участков и вместе с бригадой отправился на помощь. Чем руководствовались? Ну, скорее, руководствовались не только профессиональным долгом, но и человеческим долгом. Такими качествами, как отзывчивость, всегда прийти на помощь, то в этом непосредственно нужно нуждаться. Вместе с Александром лауреатами 24-й губернской общественной акции «Благородство» стали еще 31 человек. Критерии героизма и каких-то других поступков, которые могут оцениваться государственными наградами, они достаточно четко определены ведомственными документами. А понятия общечеловеческих ценностей, они несколько размыты и люди понимают их по-разному. Но сколько бы человечество ни жило, понятия доброты, справедливости, храбрости, они все равно будут. В числе организаторов – областное отделение Союза журналистов России. Цель проекта «Из года в год» остается прежней – найти неравнодушных, сострадательных и благородных людей и воздать им должное. С каждым годом заявок все больше и больше. Это говорит о том, что людей, которые совершают добрые поступки, рядом с нами очень много. И это первое. И второе, что соседи, друзья, сослуживцы это видят, рассказывают о них. Владимир Азаров получил признание в номинации «Созидание». Вот уже четверть века он занимается общественной деятельностью. Его стараниями исторические здания обретают новые смыслы. Среди последних проектов Владимира и его команды – реставрация храма Космы и Дамиана, открытие реабилитационного центра для людей с неврологическими расстройствами, а также пансионата для постоянного проживания пожилых людей. Владимир уверен, в жизни всегда есть место для добра. Мне вот через две недели будет 65 лет. Какие у меня могут быть дела? У меня внуки взрослые. Поэтому время находит меня. В 2021 году акция проходит под девизом «Творим добро вместе». На суд компетентного жюри было представлено более 250 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области. Лауреаты определяются в 13 номинациях, среди которых волонтерство, долг, номинация для медицинских работников, память и другие. За всю историю проекта лауреатами стали почти тысяча человек. В копилке телеканала «Самара ГИС» также есть награда акции «Благородство». Мария Левина, Константин Головин. События.